Знаменитая улица Спа-Канаполи, которая и есть, и ее нет. Привет из Неаполя, я Катьяна Блогер, и сегодня я решила вас провести по самой туристической улице, которая называется Спа-Канаполи, во время карантина. Господи, помоги нам! Здесь, можно сказать, она берет свое начало, и продолжаем движение в сторону пешеходов обычно. Пошли! Прошла немного дальше, и с этого места хочу вам показать, что вверху находится замок Сан-Эльма, с которого просматривается как раз эта улица. Очень хорошо. А мы находимся где-то, скажу так, но не посредине, где-то в третьей части этой улицы. Сейчас, повторяю, мы находимся на улице Спа-Канаполи, самой туристической улице города Неаполя, которой, как говорят, нет. Вот. И сейчас на ней туриста совершенно-совершенно нет. Идет нацатый день карантина, а я решила прогуляться и посмотреть, что творится на этой улице. Я приблизилась к площади Джису, и плавно-плавно на нее выхожу. Впереди Санта-Кьяра, один из комплексов. Кьеза, Джисунова. Сейчас я обойду это все с другой стороны с ним. И людей, смотрите, насколько, в принципе, немного. Обычно на этой площади всегда много людей. Ну, нету людей. Ой, голуби сидят прямо на полу. Солнушко, чуть-чуть тут сидишь. Отдыхаешь? Не боится вообще людей, смотрите. Вообще не боится людей. Вот эта пиццерия всегда была открыта. Здесь очень много туристов. Практически самое такое туристическое место. Здесь круглосуточно, наверное, едят туристы пиццу. Через вот эту улицу можно пройти на улицу Толида. Вот. И здесь... Ну, не было людей, скажу вам честно. Может быть, только в... Самый зной. Самый зной. И то... Это исключительно местная публика не выходит на жару. А туристам все равно. А они запаслись водичкой и погнали по городу. Вот площадь Джесу. И вторая по значимости, наверное, да? Церковь Джесунова. Где погребен знаменитый москитий. Здесь же его музей находится. Смотрите. Вообще никого нет. Ну, воскресный день еще, учитывая, что и карантин, конечно. Как-то так. А вот и ноты музыкальные, которые были прочитаны. И по ним была запишена прекрасная музыка. Ой, красивенная. 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 Так. И Санта-Киара тоже не менее красивая. Вот видите, не одна я решила съемками заняться сегодня. Удата тоже на мотоцикле с аппаратурой. Пока людей нет, прекрасные съемки нужно сделать. Снимаю вам улицу, показать с одной стороны, куда она будет уходить. И следующее продолжение ее вот сюда. И мы идем по ходу движения по этой улице. Когда еще будет такое время снять ее? Да, скажу вам, очень сильно непривычно видеть эту улицу без туристов. Можно было раньше здесь выпить хорошего кофе. Вот, утолить свою жажду гранитой. Мороженком кушать. Или перекусить вкусную пиццу. Это совсем было недолго. Здесь очень много вкусных мест. И даже купить воздух неаполитанский. Себе память. Это излюбленное, кстати, место концертов всяких банд. Которые делали записи прямо на улице и играли живую музыку. Мороженком кушать. Курпу Динаполе. Ну, это словно переводится широкое тело неаполи. Здесь можно попить водички. Не все знают об этом. Вода питьевая. Прилечь рядом. С пометником. Опять же, пронаблюдать продолжительность этой улицы. Улица плавно переходит из одной улицы в другую. Но в общей сложности она называется Спаканаполи, потому что в Сибии объединяет 7 улиц. Просто двери. Деревянные, старинные двери. Огромные. Это вход просто для людей. А когда они открываются, может ехать сюда машина. Пока они закрыты, как раз нужно посмотреть. Это вывеска моей школы итальянского языка, где я учусь. И эта школа находится под патронатом этой церкви. Здесь проводится... Называется Сан-Северину. Всевозможные молебельные мероприятия. Вот в частности, когда умерла моя мама, то здесь была проведена молитва. И сейчас покажу, где находится моя школа. Совсем недалеко. Вот такой мне аппарат. Видите, какой он разный. Вот сюда, в переулочек, если мы зайдем, буквально сразу налево находится во дворах моя школа. Сейчас она закрыта. Сейчас я только учусь онлайн. Идем дальше. Хочу вам показать дворики неаполитанские. И сейчас их как раз классно видно. Вот в эти узкие дворики лучше не заходить тем, кто не знаком с городом. Можно просто... Кишиться в кошелёчка. Это уже одна из очень знаменитых улиц в Сан-Григорио Армейно, где продаются кругло-годичные призепы и сувениры Неаполя. Вот она заканчивается до вот той вот часовонки. Вы видите, да? И переходит в следующую улицу Трибунале и площадь с другой знаменитой церковью. А мы продолжаем своё движение дальше по ходу этой улицы. И скоро мы выйдем на одну из центральных улиц. Улица Дуома. И самое сердце... Сердце-сердце Неаполя. Это знаменитая Кьеза Святого Януария. Я вышла на улицу Дуома, но хочу вам немножко показать район Форчелло. Приближусь сейчас к камеру. Прочитайте сами. Форчелло. Видите? Это тоже один из интересных районов и исторических таких городов. А мы идём на Ра-Во. На Ли-Во. Да, на Ли-Во. Хорошее место. Возле самой знаменитой церкви Святого Януария. Покровителя города. Вот села, видите, с такими львами. Лёвушка хорошенький. Вот. И покажу потом. Позже немножко вставлю, какая красивая эта церковь на самом деле есть. Когда я первый раз увидела, конечно, у меня... Вот, видите, у меня даже масочка есть. Сказать, что у меня был восторг, это не сказать ничего. Сказать, что у меня до речи отпал, тоже ничего не сказать. В общем-то, я целый час здесь просидела, просто в этой церкви, потому что я не могла надышаться воздухом, который в ней, внутри. Я не могла налюбоваться красотой, которая меня с ног на голову. В общем-то, мое мировоззрение просто повернуло. И сегодня я тоже возле этой церкви снимаю, потому что у неё такая энергетика у этой церкви, хочу вам сказать. Бомбезная просто, бомбезная. Вот. И, пожалуйста, будьте со мной, я рада. Если вам понравится, подписывайтесь на мой канал. Церковь. Лёвушка, возле которого я сидела. Военные, да, обязательно военные есть. Показываю. Это церковь. Ой. Здесь с правой стороны есть музей, сокровищница. И, конечно же, внимание. Это я не могу не показать. Смотрите. Я думала, там нету ребят у нас. Анна, нет. Да, живут люди. Вот такой Неаполь. Разный. Другой раз видео, особенно про район Форчеллы. Сегодня спасибо за то, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Пока-пока. С вами была блогер. Из меня была Татьяна.